Продолжение следует... ...предвыборную рубрику «Дело номер 12», в которой попросили четырёх экспертов оценить предвыборные программы каждой из 13 партий. Сегодня поговорим о списке номер 7. Это национальное объединение. Своя ниша, национально настроенный избиратель, у них была всегда. Но, по мнению наших экспертов, конфликт на юго-востоке Украины заставил националов смягчить риторику. И перед выборами акцент они ставят на другие вопросы. Я думаю, что у них есть вполне здравые мысли, касающиеся поддержки семьи. Я думаю, что какие-то идеи, связанные с тем, что Латвия должна опираться и больше ориентироваться на собственный капитал, на своих бизнесменов, я думаю, это вполне здравая идея. Коронная тематика национального объединения, она не может говорить о чём-то другом, она должна говорить, дабы воспроизводить своего избирателя, для которого эта тематика важна. Они это делают, я бы сказал, в более таких умеренных формах по сравнению с тем, что было. И это составляющая какой-то социально-экономической программы с таким проевропейским уклоном, благодаря лидеру партии, которая находится в Европарламенте, Роберту Зилу. У них была идея дать возможность развития производственных предприятий в регионах, которые более слабо размыты, именно там поощрять размещение производственных предприятий. Эта мысль, я думаю, довольно-таки точная и хорошая, это можно внедрить. Другая мысль у них была такая более общая, надо развивать экономику, чтобы было больше добавленной стоимости. Но это мы все знаем, вопрос как, то есть это можно было и не писать. Ну, естественно, национальное объединение хочет перевести все учебные заведения, которые получают, я так понимаю, финансирование из бюджета, на латышский язык обучения. В целом, конечно, это предложение неконструктивно, потому что латвийская система билингвального образования довольно-таки эффективна. Она одна из лучших, может быть, систем в плане именно билингвального образования, какие вообще в Европе есть на данный момент. И, на мой взгляд, уничтожать свой хороший опыт, в общем-то, достаточно непрагматично. Рубрику «Дело номер 12» мы продолжим завтра и поговорим о восьмом списке. Это Латвийское объединение регионов. Итак, каждый день до 1 октября, когда в эфире ЛТВ-7 пройдут дебаты кандидатов премьеры. Латвийское объединение